Накануне праздника футбольный клуб «Муром» принимал на своем поле питерских «Динамовцев». Гости из северной столицы после трех поражений подряд приехали сверхмотивированными. В борьбе за третье место нельзя было терять очки и муромлянам. Накал борьбы на поле захлестнул игроков с первых минут. Агрессивный настрой гостей не сбил даже пропущенный гол. На десятой минуте со штрафного красивым ударом в верхний угол счет открыл Никита Киреев. Отыграться «Динамовцы» смогли еще до перерыва. Главный судья из «Балаших» и Александр Самсонов усмотрел у Волкова игру рукой в пределах штрафной и указал на точку. Лучший бомбардир гостей Игорь Бугаенко был точен. Илья Трунин хоть и угадал с направлением удара, но не смог дотянуться до мяча. После перерыва пенальти заработал уже муром. В штрафной гостей завалили Никиту Голуба. 11-метровый реализовал Никита Киреев, на счету которого стало 10 забитых мячей в текущем сезоне. «Динамо» вновь бросились отыгрываться, но хозяева обронялись успешно. И на 86-й минуте преимущество мурома увеличил Никита Голуб. Его удар после передачи Киреева, который перехватил неточный пас защитника гостей, казалось, снял вопросы о победителе. Однако уже в компенсированное время муромцы умудрились вновь нарушить правила в своей штрафной. И вновь Игорь Бугаенко переиграл Трунина. На большее командам не осталось времени. Как итог, победа муромского клуба со счетом 3-2. После очередной победы Муром продолжил борьбу за бронзу, сократив отставание от идущего третьим ленинградца до одного очка. Именно с ленинградцем сегодня на выезде красно-черные начинают второй круг весенней части первенства. О результатах этой встречи наши новости расскажут в завтрашнем выпуске.